Вы достаточно взрослые уже люди, поэтому информацией, о которой я буду говорить, является взаимоотношение мужчин и женщин. Оказывается, речь будет идти о первой брачной ночи. Оказывается, во время первой брачной ночи происходит не просто физиологический обмен, как вам принято об этом говорить средствами массовой информации, но происходит очень мощный энергоинформационный обмен полевыми составляющими. Что это значит? Это значит, что всё, что мужчина к этому дню накопил, своё отношение к окружающему миру, к людям, к детям, к женщинам, вся эта информация, запечатлённая на его биополе, полностью отпечатывается на биополе женщины, для которой он первый. Всё, что женщина к этому дню накопила, своё отношение к окружающему миру, к людям, к детям, вся эта информация отпечатывается на биополе мужчины, для которого эта женщина первая. И этот отпечаток с человеком остаётся на всю его жизнь. После первой брачной ночи люди только внешне остаются такими, как и были до неё. Руки, ноги, голова, ничего никуда не девается. Но это только физическое тело человека. 95% его полевые характеристики полностью меняются. Люди становятся другими. Чтобы вам было более понятно, я приведу вам примеры из жизни. У меня в Днепропетровске был знакомый, но он сейчас таковым остаётся. Это было достаточно давно. Ему тогда исполнилось 16 лет. Это младший брат моего мужа. Он был последним ребёнком в семье. Мама его родила достаточно поздно. Но у него были прекрасные отношения со своей матерью. Люба дорого была посмотреть. И вот однажды этот паренёк подошёл к нам и говорит. Ну, все говорят, что секс — это классно. И мы решили с ребятами попробовать, что такое это — секс. Они сняли трёхкомнатную квартиру, втроём наняли трёх проституток. Так, ну, 16 лет студенты, вы знаете, какие у них средства и кого они наняли. Вот он провёл свою первую брачную ночь. Он пришёл к нам и говорит. А я не понял, а кто сказал, что это классно на следующее утро? Он не понял первый раз, не понял второй раз. Он начал пробовать дальше. Но никто даже не подозревал, что произойдёт потом. Он, конечно, не заболел никакими венерическими заболеваниями, ни с сифилисом, ни спидом. Средства индивидуальной защиты на то время уже были достаточно развиты. Произошло нечто другое. Через пару месяцев его отношения с матерью стали меняться. Они стали ухудшаться. Проходит пару лет, и эта женщина психологически не выдерживает своих отношений с сыном. Ей приходится брать себя очень сильно в руки и успокаивать, чтобы выдержать то, что с ним стало происходить, то, как он с ней стал обращаться. Он нагулялся, напробовался, так ничего и не понял, и решил жениться. Нашёл себе молодую, красивую, нетронутую девочку. Женился. И вот они уже живут больше 10 лет вместе. Уже взрослые, уже хотят, уже созрели нянчить детей, детей нет. Ходят по врачам. Врачи говорят, что физическое тело здорово, всё нормально. Он не может дать ей здорового плода, она не может родить ребёнка. Это как раз-таки эффект этой первой брачной ночи, неразумно проведённой женщиной лёгкого поведения. Для него это была его первая брачная ночь. У этой женщины были свои отношения к своей матери, к детям. Они ей вообще, наверное, были не нужны, к этому окружающему миру. И всё, что она имела, вся эта информация полностью во время первого полового контакта отпечаталась на биополе этого парня. И он на эту жизнь стал смотреть другими глазами, сквозь призму её видения, сквозь её взгляд на этот мир. Он стал другим человеком. Это вот такой вот личный пример. Есть ещё один пример Телегонии, исторический пример. Вы наверняка хорошо знаете такого выдающегося полководца своих времён Чингисхана. Продолжение следует...